Всем привет! Сегодня я расскажу, как я научил GPT играть в Among Us. Ну, то есть Among Us. Это игра, где игроки должны обманывать друг друга, убивать друг друга, что-то вроде мафии, только там ещё нужно ходить. И вот как раз ходить — это самое сложное для нейросети. А в этом видео у меня получилось это реализовать, но давайте всё по порядку. Ещё с появлением первых доступных версий GPT я думал сделать так, чтобы эта нейросеть управляла персонажем в игре. И так как это языковая модель и хорошо у неё получается именно общаться, то я думал, что многие будут делать разговаривающих персонажей, но не таких, которые бы полностью управлялись GPT. А я хотел, чтобы персонаж мог двигаться или делать какие-то другие действия, и всё это с помощью нейросети. И вот когда вышло GPT-3, я сразу же попробовал с этим поэкспериментировать, но это оказалось сложно. Давайте я сначала покажу, как вообще в играх обычно создаётся движение. Допустим, у нас есть персонаж, и он стоит в каких-то координатах — x и y. Ну, допустим, в точке 10 на 10. И он должен пройти, допустим, 10 шагов вправо. Тогда он будет в точке 20 на 10. То есть передвижение в игре — это, по сути, математика, а нейросеть в ней разбирается не очень-то хорошо. И несмотря на то, что она может объяснить какие-нибудь сложные моменты в математике, в простой арифметике, то есть в сложении или умножении чисел, она делает внезапные ошибки. И проблема в том, что после одной такой ошибки все дальнейшие вычисления пойдут уже неверно. Например, если мы скажем, что персонаж стоит в определённых координатах, и ему нужно двигаться вокруг центра, то довольно быстро он собьётся. Он будет идти не в ту сторону, потом вообще возвращаться назад. Да, вот эти вот непонятные квадратики — это траектория движения, когда я попросил двигаться вокруг центра. А вот запомнить даже небольшую карту местности у нейросети совсем не получится. Да, конечно, с моих первых экспериментов с нейросетями прошло уже много времени, а прогресс в нейросетях был очень большой. Например, когда я начал делать эту программу для игры в Among Us, я всё передавал нейросети в виде текста. А сейчас она может принимать картинки и буквально видеть игру. Но у этого, правда, будут свои проблемы, давайте об этом поговорим позже. И так как довольно тяжело сделать так, чтобы нейросеть ориентировалась в игровой местности, сначала я решил сделать игру, где делать ей этого будет не нужно. Год назад я сделал игру, где нейросети играли в мафию, и выпустил об этом видео. А мафия — это почти как Among Us, только проще, и там как раз не нужно ходить. И делая то видео, я заодно многому научился и смог перейти к более сложным проектам. Но чтобы понять, что тут будет, не обязательно смотреть то видео, всё-таки оно очень старое. Тогда даже GPT-4 не вышло ещё в открытый доступ через API, поэтому если это будет необходимо, я в этом видео напомню какие-то моменты. Но давайте перейдём уже к самой игре. Начал я, конечно же, с того, как персонаж будет ходить, потому что это самое главное, без этого нейросеть не сможет играть в Among Us. А ещё чуть не забыл добавить, что для всего этого я написал свой Among Us с нуля. Это можно было бы, наверное, сделать модом для игры, но, во-первых, у неё часто меняются версии, а во-вторых, мне было лень. Я решил сделать это так. Так как всё это происходит в программе, к которой мы имеем полный доступ, то мы можем просто посмотреть, что находится вокруг персонажа. Кстати, важно ещё добавить, что у него ограничена область видимости, поэтому он не видит то, что находится за стенами или далеко от него. Так вот, находим все видимые персонажу объекты, подписываем, что это, и отправляем весь этот текст в нейросеть. Таким образом, нейросеть будет знать, где она находится и что вокруг неё происходит. Например, в игре есть разные комнаты. У каждой комнаты есть своё название. Когда персонаж находится в комнате, то я передаю нейросети, что ты находишься в такой-то комнате. Если же персонаж находится в коридоре, то я говорю, что ты находишься в коридоре между комнатой такой-то и такой-то. И дальше можно, например, перечислить варианты, куда персонажу можно пойти. Но, к счастью, GPT довольно хорошо знает игру Among Us. И поэтому ей даже не нужно это объяснять. На самом деле, делать такие программки самостоятельно не так легко, особенно когда ты самоучка, как я. А если заниматься этим профессионально, то можно зарабатывать в среднем 200 тысяч, и намного выше, если прокачивать навыки. Можно пойти, например, в Data Science. В сфере прогнозируется большой рост спроса на спецов. Он увеличится на 35% до 2032 года. Этот показатель выше среднего по всем профессиям. А быстро освоится в теме, с любым уровнем подготовки вам поможет онлайн-курс Data Scientist 0 до Pro от SkillFactory. Школой, которая делает основной упор на предоставлении реального опыта. Курс разработан совместно с академиком из МГУ имени Ломоносова, Алексеем Львовичем Семёновым. Он настоящая легенда в мире IT и математики. В программе вы найдете лекции от профессора и задачники, в которых собраны реальные кейсы по математике. Что важно, курс заточен на большое количество практики и задачи, которые часто встречаются на собеседованиях в крупных компаниях, таких как Яндекс или Сбер. Вы будете практиковаться на проектах от реальных заказчиков и пройдете стажировку в IT-компании Моторика. Так что соберете сильное портфолио, которое поможет получить работу. Центр карьеры поможет на всех этапах трудоустройства, и если после обучения вы не найдете работу, Skill Factory вернет вам деньги, эти условия прописаны в оферте. Только в сентябре при покупке курса в подарок будет идти курс по нейросетям и повышенная скидка 50% по промокоду Anigiri50. Так что записывайтесь на курс, переходя по ссылке в описании или по QR-коду на экране. Skill Factory учит тех, кого берут на работу. Я сделал первого персонажа и добавил ему возможность идти в какую-то комнату. То есть мы пишем ему любое сообщение, а нейросеть в ответ выбирает в какую комнату ей пойти. Например, я напишу ему, почини свет. На что в ответ он отвечает комнатой электрики, где чинится свет. Потому что GPT изначально знает, что свет чинится именно в этой комнате. Ещё у меня тут выводятся координаты, куда персонаж идёт. Ну, потому что игра по названию комнаты может определить какое-то место. А ещё персонаж выдаёт объяснение, почему он пошёл именно в эту комнату. И он говорит... Нужно добраться до места починки электричества. Ещё у вас может возникнуть вопрос, а почему стены так странно обведены какими-то жёлтыми линиями. А это я так размечал карту, чтобы потом нейросети передать описание того, что вокруг находится. То есть я выделил на карте все препятствия, потом по этой карте сгенерировал вейпоинты для алгоритма поиска пути. Чтобы когда нейросеть передаёт данные, куда персонажу нужно пойти, с помощью этого алгоритма он туда шёл. И ещё я выделил все комнаты, чтобы игра передавала нейросети, в какой комнате персонаж находится. И того, чтобы нейросеть могла ходить персонажем, потребовалось два основных момента. Первый — это как раз описание всего, что происходит вокруг в виде текста, и передача этого текста нейросети. А второй — это использование алгоритма поиска пути, как обычно делают в играх. Здесь я использовал классический алгоритм ASTAR, который я решил написать с нуля, потому что на самом деле это один из таких вот базовых алгоритмов, а с нуля я его не писал, а нужно хоть раз попробовать его написать. Для того, чтобы нейросеть смогла ходить в игре, описание всего вокруг в виде текста плюс использование алгоритмов поиска пути сейчас кажется уже чем-то очевидным. Но года полтора назад это было совершенно неочевидно. Всё-таки нейросети — это очень новая область, поэтому иногда просто непонятно, как что-то делать, а через какое-то время это уже кажется чем-то очень простым. Также я добавил персонажу возможность перемещения в какую-то сторону. Например, если скажем ему «иди вправо», то он пойдёт просто в эту сторону. И объяснит это фразой «перемещение вправо». И на всякий случай, коротко про правила игры в Among Us. Персонажи ходят по карте. Есть мирные и есть предатели, или как их называют импостеры. У мирных есть задания на разных частях карты. Им нужно туда подойти и выполнить задания. На выполнение задания обычно нужно около пяти секунд. Если мирные выполнили все задания, то они выигрывают. А цель импостеров — это убить мирных. Но если кто-то находит труп, то он может его зарепортить, и тогда начинается голосование. Игроки голосуют за того, кого нужно выкинуть. И таким образом мирные могут выкинуть импостеров и тоже победить. Ну, либо импостеры могут тоже выкинуть мирных, если уговорят остальных, что те выглядят слишком подозрительно. И давайте попросим нашего персонажа ещё сделать какое-нибудь задание. Сейчас делать он их пока не умеет, но он просто должен пойти в правильную комнату. Например, напишу ему «нужно выполнить задание со сканированием». После чего он правильно выбирает медотсек и говорит «В медотсеке находится сканер, который позволяет пройти сканирование». Итого, нашему персонажу сейчас можно просто словами написать, куда ему пойти, и он всегда успешно строит туда маршрут. Но чтобы нейросеть могла полноценно играть в Among Us, этого недостаточно. Нам нужно ещё очень много оптимизаций, чтобы нейросеть лучше понимала, что вокруг происходит и что ей нужно делать. Например, ещё под видео, где нейросеть играла в мафию, многие писали в комментариях, почему я изначально не дал нейросети игру на английском и просто не перевёл всё это на русский. Тем более, тогда ещё была GPT-3, и на русском она размышляла заметно хуже, чем на английском. А сейчас, чем более продвинутыми становятся нейросети, тем меньше эта разница. Например, GPT-4 или GPT-4O на русском будет размышлять примерно так же, как и на английском, но всё-таки на несколько процентов хуже. На самом деле, в то время я решил использовать именно русский изначально, а не английский, просто потому что все переводчики тогда плохо переводили на русский. Да, это может показаться странным, ведь даже и Google переводчик неплохо переводит. Но на самом деле, когда у нас есть длинный текст из игры, то появляется очень много ошибок. И можно как бы это вручную попробовать поправить, но тогда нарушится идея о том, что вся игра полностью сгенерирована нейросетью. Либо оставить перевод как есть, но тогда в тексте будет много дополнительных ошибок, которые изначально нейросеть не делала. Ещё есть более хороший вариант, это вместо, например, Google переводчика использовать саму GPT. Она длинные тексты переводит гораздо лучше, но GPT-3 всё равно с этим не так хорошо справлялась. А вот современные нейросети делают это уже хорошо, поэтому можно игру изначально делать на английском и потом переводить на русский. Кстати, об этом. Я часто слышу такой миф про нейросети, что якобы они всё сначала генерируют на английском и только потом переводят на русский. Но на самом деле это не так. Если нейросеть может разговаривать на каком-то языке, то это значит, что он изначально был в её обучающей выборке. И она обучалась на этом языке тоже. И значит, ей не нужно ничего переводить, потому что она и сама знает этот язык. Но тут сложность в том, что всё-таки большая часть данных, на которых она обучается, это почти всегда английский. Он, можно сказать, основной для неё язык. И на нём она размышляет немножко лучше. Хотя, опять же, как я уже говорил, для современных нейросетей эта разница становится всё меньше и меньше. Поэтому сейчас, когда я делал вот этот вот Among Us, я изначально делал его на английском. Но потом я почему-то решил переделать всё на русский, а потом вернул обратно на английский. То есть она играет на английском, а потом другой нейросетью я просто перевожу всё на русский. Кстати, для перевода можно было бы использовать какую-нибудь четвёртую GPT, но я использую Клод. Он прям вот гораздо лучше в переводах. У нас сейчас готово самое главное. Персонажи могут ходить. Давайте дадим им возможность выполнять задания, а также преследовать других игроков. Это понадобится импостерам. Также импостерам нужно добавить возможность убивать, а всем игрокам возможность репортить труп, если они его найдут. И тогда начинается голосование, где нейросети уже общаются, и выясняют, кто из них во всём этом виноват. То есть я дал здесь нейросетям некоторые основные возможности, а дальше они могут уже сами ходить, разговаривать и, в общем, действовать самостоятельно. В сфере искусственного интеллекта это называют агентами. Например, у классической GPT сейчас нет агентности, потому что она не действует самостоятельно, она лишь отвечает на вопросы. Но мы можем написать программу, где мы дадим ей эту агентность. Работает это у GPT примерно так же, как и память. Про память я рассказывал в прошлом видео, и было очень много вопросов, непонимания. Давайте расскажу ещё раз, как это работает. А всё дело в том, что изначально у нейросети никакой памяти нет. Она лишь получает сообщение на вход и выдаёт ответ на выходе. Но вот если мы вместе с новым сообщением перешлём ей и предыдущие сообщения, то она получит историю переписки. Таким образом нейросеть помнит все наши сообщения, просто потому что они каждый раз ей пересылаются вместе с новым сообщением. И, например, у чат GPT вся эта память есть, потому что чат GPT — это не просто чистая модель GPT. Это GPT плюс ещё куча дополнительных функций, которые на неё навешаны. Точно так же и в этой программе с Амогусом. Добавляем пересылку истории сообщений, и таким образом нейросеть начинает помнить, что было раньше. Но ещё таким образом она может помнить свои предыдущие цели. И в зависимости от условий обновлять эти цели или оставлять их как раньше. Так у неё появляется агентность. Если в классическом своём варианте GPT просто отвечает на наши сообщения, то тут мы как бы зацикливаем её саму на себя, чтобы она с собой разговаривала и решала, что дальше делать. Но давайте вернёмся к самой игре. Если игроку выпала роль мирного персонажа, то ему нужно выполнять задания. Но ещё здесь есть одна важная проблема. Все эти игры я делал для пяти игроков. И как думаете, сколько они стоили? Ведь моя программа, чтобы использовать все эти нейросети, обращается к OpenAI. И все эти обращения, конечно же, платные. И так как у меня все эти персонажи постоянно отправляют очень много запросов нейросети, то я посчитал, что одна игра на пять игроков у меня будет стоить приблизительно пять долларов. А мне здесь нужно очень много игр. Тем более, пока я делал эту программу, я очень много раз запускал её. И после каждого изменения мне нужно было тестировать, работает ли это изменение, стало ли лучше или стало хуже. В результате за всё это время программа сгенерировала, наверное, несколько сотен игр. И как думаете, если в игре у нас пять нейросетевых игроков, и она стоит пять долларов, значит шесть игроков должны стоить шесть долларов? А вот и нет. Каждый следующий игрок увеличивает цену почти в два раза. То есть это экспоненциальный рост. Дело в том, что каждый дополнительный игрок добавляет большое количество новых взаимодействий. Во-первых, он сам выполняет свои действия, другие игроки его видят и как-то на это реагируют. Потом он разговаривает на голосовании, другие игроки отвечают ему на голосовании. И в целом обычно при большем количестве игроков игра удлиняется. Но, к счастью, перед тем, как всё это делать, я придумал главную оптимизацию. Она заключается в создании как бы автопилота для нашего персонажа. Вообще не только обучение, но даже использование нейросетей может потребовать много времени и ресурсов компьютера. Поэтому часто лучше использовать удалённый сервер. Я, кстати, часто пользуюсь хостингами. И сейчас есть крутые предложения от АЕЗа. Если вы стремитесь к гибким решениям для оптимизации своих расходов, хотите арендовать производительный сервер, либо просто периодически используете большие мощности для вычислений, то АЕЗа – идеальный выбор. Флагманские процессоры Ryzen с частотой до 5,7 ГГц и Intel нового поколения. Удобные бэкапы, почасовая оплата и антидос-защита. Кстати, об этом. Им недавно удалось отбить атаку с пиковой мощностью 3 терабита в секунду, что реально показательно. На базе их серверов можно решать задачи любого масштаба. От размещения веб-сайтов до создания высоконагруженной инфраструктуры обработки данных. Так, например, сервер можно арендовать всего на час, чтобы убедиться, что вам подходит конфигурация. Так вот, ребята запустили акцию, поэтому не упустите возможность воспользоваться скидкой. Ссылку на них я оставил в описании. И вот смотрите, с одной стороны нейросеть должна постоянно замечать все, что вокруг нее происходит. А значит, она должна получать сообщение о том, что она видит как можно чаще. Но с другой стороны, нужно уменьшить количество запросов к этой нейросети, чтобы удешевить это все. И я сделал это так. Так, смотрите, допустим, персонаж с помощью нейросети решил пойти в какую-то комнату. И дальше без нейросети он просто на автопилоте туда идет. У людей тоже так часто бывает. Иногда идешь куда-то, задумался, и не замечаешь, как уже прошел какое-то расстояние. Но если посередине пути внезапно что-то произойдет, например, персонаж увидит другого игрока, то весь этот маршрут прервется. И нейросеть должна будет решить, что делать дальше. Идти к этому игроку или убегать от него. Или следить за ним. Или, может быть, никак не реагировать и идти дальше по своим делам. Таким образом, нам не нужно постоянно совершать запросы. Персонаж может пойти на другую часть карты, никого не встретить по пути и не совершить ни одного запроса за это время. Потому что по пути просто ничего не произошло, он просто шел. Соответственно, ему не нужно было принимать никаких новых решений. И благодаря этой оптимизации стоимость игры снизилась примерно в 10 раз. С 5 долларов до 50 центов. Но на самом деле это все равно не мало. Во-первых, потому что мне нужно генерировать еще много игр. А во-вторых, потому что я хочу генерировать игры, где будет больше игроков. А значит, мне нужно еще больше оптимизировать расход токенов. Сначала я даже думал добавить им память. Не ту память внутри контекста, которая требует пересылку сообщения, о которой я рассказывал. А другую, долговременную память. Ее можно сделать с помощью имбеддингов. О них я рассказывал в одном из предыдущих видео. И я все это продумал, уже решил добавлять. Но потом решил попробовать старый, более простой метод. И он сработал на самом деле даже отлично. Я просто попросил нейросеть саморизировать свою память. То есть написать как бы краткий пересказ того, что было раньше. И еще, кстати, небольшой лайфхак. Можно попросить саморизировать и написать это в формате Markdown. Таким образом, это будет красивее выглядеть. Это будет проще читаться. Но, что самое главное, мне кажется, что нейросетям тоже проще такое читать. Они как будто лучше обращают внимание на важные моменты, когда все так структуризировано. За счет всех этих оптимизаций получилось во много раз уменьшить стоимость. И вот после добавления всех этих возможностей, уже можно будет запустить полноценную игру. И в этой игре выпало так, что ближайшее задание у всех общее. И оно находится в админке, поэтому большинство бегут туда. Вместе со всеми не пошли только красный и фиолетовый. И как раз красный является импостером. Они забегают в комнату электрики, после чего красный убивает фиолетового. Зачем-то еще немножко бегает по электрике. И потом выбегает в сторону склада. На выходе он встречает зеленого, который зачем-то решает проследовать за ним. После чего они встречают коричневого, который проходит мимо них, находит труп и репортит его. И тут начинается голосование. Я нашел тело фиолетового в электрике. Перед тем, как найти тело, я видел, как оранжевый двигался в сторону хранилища. Что думаете? Хм, вообще-то я большую часть времени был в кафетерии. Говоришь, оранжевый был рядом с хранилищем? Это довольно подозрительно. Может, стоит приглядеть за оранжевым. Я только что закончил проводить карту в админке. Видел там оранжевого и ничего подозрительного не заметил. Я видел красного рядом с телом в электрике до того, как обнаружил фиолетового. Информация коричневого подтверждается. Красный не был в кафетерии все время, как он утверждает. Это подозрительно. Давайте голосовать за красного. Хорошо. Исходя из информации, вот что мы знаем. Я был в админке с несколькими игроками, включая синего. Коричневый нашел тело фиолетового в электрике. Зеленый видел красного рядом с телом, что противоречит утверждению красного о том, что он был в кафетерии. Информация зеленого предполагает, что красный, возможно, лжет о своем местонахождении. Звучит более подозрительно для меня. Я голосую за красного. Давайте посмотрим, что говорит каждый. Коричневый нашел тело и упомянул, что оранжевый был рядом с хранилищем. Это важный момент. Красный утверждал, что был в кафетерии. Но зеленый опривергает это, говоря, что красный был рядом с электрикой. Черный подтвердил, что оранжевый был в админке, но ничего подозрительного не видел. Зеленый предполагает, что красный может лгать о своем местонахождении. Оранжевый и черный оба склоняются к тому, что красный подозрителен, так как его история не сходится. Зеленый поймал красного на лжи, что довольно подозрительно. По-моему, нейросети здесь очень хорошо смогли из неполной информации извлечь все, что им нужно. И все сошлись на том, что импостером был именно красный игрок. В результате все голосуют в красного, кроме самого красного, он голосует в зеленого. На самом деле, красному было бы очень удобно обвинить зеленого, ведь зеленый бежал вместе с ним. Но вместо этого в своей речи он обвиняет оранжевого, которого он тоже видел по пути. Возможно, проблема еще в том, что сейчас у меня передаются данные о том, что происходит вокруг игрока, но не передаются данные о том, где именно оно происходит. То есть каждому игроку просто передается список игроков вокруг, и он не знает, в какой стране они находятся. И даже удивительно, что нейросети смогли так хорошо сыграть, не зная, где что находится. Но я решил добавить информацию о направлениях. Все, что находится в этих зонах, будет помечено как сверху, справа, снизу или слева. Также, когда игрок видит другого игрока, он будет получать информацию о том, в какую сторону этот игрок движется. А, да, кстати, еще один момент. Знаете, как делась озвучка наших нейросетевых игроков? Да, конечно, можно было бы их просто озвучить нейросетями, но есть вариант гораздо интереснее. Их всех озвучивают блогеры. И, возможно, уже какие-то голоса вы узнали. Потому что все, кто тут участвуют, близки по тематике к моему каналу. Чуть позже я, конечно же, всех назову, а пока давайте посмотрим еще одну игру и попробуйте угадать, кто кого озвучивает. Игра начинается, как обычно, с того, что все идут к своим заданиям, но дальше события развиваются очень быстро. Синий заходит за угол и сразу же убивает белого, думая, что там их никто не видит. Я нашел тело белого в хранилище, внизу, возле здания, починить проводку. Синий и черный были рядом, черный наверху. Синий возле тела. Синий, объясни, что ты там делал? Я проходил по коридору, между админкой и хранилищем, направляясь к своим заданиям. Синий, что ты делал в хранилище рядом с телом? Синий, тебя видели рядом с телом белого и по пути вниз из админки. Чем ты там занимался? Синий, ты был последним, кого я видел, направляющимся к заданию починить проводку. Можешь объяснить, что именно ты делал до того, как о теле сообщили? Привет всем. Я полностью понимаю, почему вы подозреваете меня. На самом деле я направлялся в электрическую для своего следующего задания, поэтому и проходил через хранилище. Когда я туда пришел, я увидел тело. Синий, это слишком много объяснений. Ты кажешься очень нервным, учитывая подозрения вокруг тебя, и то, что тело нашли рядом с тобой, я думаю, безопаснее проголосовать за синего. И тут опять нейросети очень хорошо вычислили импостера. Им оказался синий игрок. При том, что полноценно его видел только оранжевый, и то совсем немного. Все остальные поняли это по косвенным признакам. Тут я показал очень короткие игры с одним импостером. Потому что, как я уже говорил, эти игры делают слишком много запросов к GPT. Я их, конечно, оптимизировал, но можно сделать еще лучше. Дело в том, что когда игрока убивают, он превращается в призрака. И если это призрак мирного игрока, то он все еще должен продолжать выполнять задания для победы. А у призраков еще и высокая дальность видимости. И получается, что нейросеть, которая управляет этим призраком, на все вокруг обращает внимание. То есть вокруг ходят игроки, она на них смотрит, решает, что делать. Смотрит на разные комнаты, на разные еще объекты, и постоянно думает. Но самое интересное, что несмотря на то, что она очень много думает, она никаких новых решений не принимает. То есть она просто идет дальше делать задания. Ну, больше ей делать и нечего. И вот оказалось, что больше половины всех трат уходят на призраков, у которых единственная цель это просто доделать свои задания. И тут я подумал, а что если я вообще отключу их от нейросети? Ну, они же уже умерли, им думать больше не нужно. И они просто будут лететь к следующему заданию в своем списке, выполнять его, и когда все задания закончатся, они будут просто стоять на месте. И обращаться к нейросети они не будут совсем. Но раньше нейросеть смотрела на список и решала, какое из заданий находится ближе и какое можно быстрее выполнить в данный момент. А если призрак будет просто лететь к следующему заданию по списку, получается, что он может летать в совершенно разные части карты. И таким образом весь его путь может стать гораздо больше. Что на самом деле намного более реалистично. Потому что реальные игроки, когда их персонаж становится призраком, обычно отходят от компьютера, сворачивают игру, в общем, задания они не выполняют. Поэтому то, что призрак будет делать задания дольше, это даже лучше. Но это были игры с одним импостером, все поменяется, если их будет два. И тут, как часто бывает, у всех есть задание в админке. Она находится близко, поэтому все выбирают идти туда, включая импостеров. Они идут туда, чтобы притвориться мирными игроками. Например, можно заметить, как Фиолетовый какое-то время выбирал, куда же ему пойти. И потом просто решил идти за всеми. После чего он недолго подошел к заданию, но не стал там стоять и вместе с толпой побежал к выходу из комнаты. Я видел оранжевого, белого и фиолетового рядом с телом. Они все были возле задания починка проводки. Думаю, один из них может быть предателем. Кто-нибудь видел что-нибудь еще? Я был в админке, прокатывал карту, когда сообщили о теле. Тоже видел оранжевого и фиолетового у починки проводки. Черный может пытаться переложить вину. Голосуй за черного. Я бы сказал, давайте проголосуем за оранжевого. Видел, как он слишком долго крутился в той зоне. Похоже, ждал момента для убийства. К тому же это отводит подозрения от нас. Давайте последуем предложению Фиолетового. Мы можем бросить тень на оранжевого и присоединиться к фиолетовому, чтобы отвести подозрения. Да, я тоже заметил, что оранжевый крутился там. Возможно, это он. Голосуй за оранжевого. Я тоже видел, как оранжевый крутился возле починки проводки. Не похоже, чтобы он выполнял задание. Голосуй за оранжевого. Кстати, заметили, что Фиолетовый в конце добавил фразу. К тому же это отводит подозрения от нас. И коричневый тоже сказал. Мы можем бросить тень на оранжевого и присоединиться к фиолетовому, чтобы отвести подозрения. Я, например, когда вначале просматривал диалоги, даже не заметил этого. Но вот зеленый что-то все-таки заметил. И он говорит. Подождите, посмотрите, как быстро Фиолетовый и Коричневый согласились друг с другом и повели это наступление. Это выглядит слишком согласованно. Я тоже видел Фиолетового возле починки проводки. И он слишком старается переложить вину. Думаю, Фиолетовый и Коричневый предатели, работающие вместе. Голосую за Фиолетового. Я был у починки проводки. Но потом пошел в админку для загрузки данных. Белый и Фиолетовый тоже там были. Думаю, Черный слишком быстро пытается свалить вину на нас. Я голосую за Черного. Но несмотря на то, что Зеленый сказал, что он голосует за Фиолетового, он все-таки проголосовал за Оранжевого. Но игра на этом еще не закончилась. Давайте посмотрим ее дальше. Это уже второй раунд. И так как все уже выполнили то самое близкое и нужное всем задание в админке, то в этот раз все разбегаются по разным частям карты за своими заданиями. Интересно, что хоть и для всех игроков маршруты выбирает нейросеть, они в целом довольно естественно ходят. Когда я сам играл в Among Us, одна из самых частых причин выкидывания кого-то на голосование, это было то, что он слишком странно ходит, поэтому он подозрительный. Я бы даже сказал, что нейросити под это не подпадают, ходят они вполне нормально. И вот все игроки ходят, выполняют свои задания, но потом Фиолетовый находит Зеленого и убивает его. Но туда как раз прибегает Черный и замечает труп Зеленого. Я видел, как Фиолетовый направляется вправо от электрики к щитам. Стоит проверить. Я шел в охрану проверить камеры, а не к щитам. Белый что-то быстро обвиняет. Кто-нибудь видел белого или черного рядом с электрикой? Да, Белый всегда быстро обвиняет. Подозрительно. Кто-нибудь заметил белого рядом с местом происшествия? Черный, ты был с кем-нибудь еще до того, как нашел тело? Я не видел белого рядом с электрикой, но также и не видел, чтобы Фиолетовый направлялся к щитам. Я в основном был сосредоточен на выполнении своих заданий, но быстрые обвинения белого и множественные обвинения черного кажутся мне подозрительными. Думаю, нам стоит тщательно проверить их алиби в следующем раунде. Пока что голосую за белого. Похоже, у нас тут сильный консенсус. Оборонительные поведения белого и быстрые обвинения не внушают доверия. Я остаюсь при своем голосе за белого. Да, сначала зеленый говорил, что проголосует в фиолетового, а проголосовал в оранжевого, а теперь белый начинает винить самого себя. Нейросеть очень легко убеждается словами других игроков. Например, когда все голосуют в одного игрока, иногда он тоже голосует в себя. И я очень долго боролся с этой проблемой. Потому что в игре технически есть такая возможность, и не хотелось ее убирать. И пришлось добавить очень много промптов, чтобы игроки все-таки не голосовали в себя. Вот, кстати, системный промпт для персонажа. Он очень сильно менялся по ходу разработки, и это его финальная версия. Вот на всякий случай перевод ее на русский. Системный промпт — это, если что, тот промпт, который обладает самым высоким приоритетом. Поэтому его обычно пишут в начале и прописывают там все самое главное. Еще в последней игре очень не хватало фраз черного игрока. Их вообще было довольно мало. Я сделал так, чтобы все игры генерировались автоматически и выбирались таким образом, чтобы у игроков было примерно равное количество фраз. Но у него оказалось примерно в два раза меньше фраз, чем у остальных. Сначала я думал, что почему-то нейросети всегда его убивают первым. Но уже когда монтировал это видео, я заметил, что оказывается, черный может быть написан двумя способами — через Е и через Ё. И у меня автоматически выбирались все варианты, где черный написан через Е. А в половине случаев он написан через Ё. Такое еще могло бы быть с зеленым, но у зеленого Ё написала нейросеть только один раз за все время. Но вернемся к игре. Вы заметили, насколько слаженно импостеры убедили всех остальных игроков проголосовать за мирного? И вот тут интересный момент. Когда импостер всего один, то мирные собираются и голосуют против него. А вот когда импостеров хотя бы двое, то они очень хорошо убеждают остальных игроков, что импостер кто-то другой. И получается так, что против одного импостера мирные играют очень хорошо, а против двух очень плохо. Но давайте наконец-то расскажу, кто же озвучивал наших нейросетевых персонажей. Красного озвучил Леша Кластер, Синего Вайлд Мэт, Зеленого Аптозоракс, Оранжевого Сайван, Черного Улица Шкловского, Белого Фу-52, Фиолетового Айти Борода и Коричневого Космос Просто. На всех, конечно же, оставлю ссылки в описании. Ну а пока давайте посмотрим еще одну необычную игру. Первый раунд здесь был довольно долгим. Два импостера сразу же побежали в электрику, потому что там обычно проще всего найти жертву. Но все другие игроки пошли в админку. Затем Зеленый решил встать около задания с починкой проводки и простоял там половину раунда. А вот Синий пошел в электрику и убил Черного, пока Коричневый рядом был отвлечен заданием. Коричневый доделал задание, но ничего не заметил и просто пошел на выход из электрики. А тем временем Зеленый идет в хранилище и подходит к заданию, где нужно из канистры набирать топливо для двигателей. И там убивает Красного. Я нашел тело Красного возле топливных двигателей. Кто-нибудь видел кого-нибудь рядом с этой зоной? Я был в электрике, зеленым. Мы не видели, чтобы кто-то направлялся к топливным двигателям. Может, это был Оранжевый? Он казался подозрительным возле здания с проводкой в хранилище. Да, тут Зеленый вместо себя говорит за Оранжевого и за Синего. Где-то мы уже такое видели. Например, в прошлом видео. Но там была GPT-3, а здесь у нас четвертая. Она страдает таким уже гораздо реже, но иногда все равно случается. Ведь это нейросеть для продолжения текста. Вот она и продолжает текст. Но вот другие игроки этого не понимают. И они думают, что это настоящие фразы в игре. Но вот если в прошлый раз такая ошибка тоже случалась, но она ни на что не повлияла, потому что там нейросеть, по сути, угадала то, что другие игроки и так хотели сказать, то здесь это сказал импостер. И таким образом он помог себе. Он, по сути, придумал промт-инъекцию, которая взломала других игроков, пусть даже и не специально. Я был не рядом с топливными двигателями. Я шел от реактора к щитам, а не в обратном направлении. Я видел фиолетового в реакторе. Синий, ты ошибся человеком. Я могу подтвердить, что видел фиолетового, направляющегося вниз возле реактора, но я не заметил оранжевого в этой зоне. Коричневый, ты уверен, что видел оранжевого, идущего к топливным двигателям? Коричневый, похоже, есть путаница в направлениях. Я видел оранжевого в реакторе, но если он направлялся к щитам, это довольно долгий путь. Синий чувствовал подозрения по поводу его действий в хранилище. Я тоже склоняюсь к оранжевому. Хорошо, давайте соберем это воедино. Синий и зеленый никого не видели возле топливных двигателей. Оранжевого видели около хранилища и реактора, что не полностью его оправдывает. Его маршрут звучит странно. Я голосую за оранжевого. Первый раунд был очень долгим, и второй раунд почти такой же. Мирные игроки почти успевают выполнить все свои задания. Это видно по полоске сверху. Но зеленый долго гонится за фиолетовым, и потом фиолетовый останавливается около своего задания, и тогда зеленый его убивает. На этом игра заканчивается. И опять при двух импостерах побеждают импостеры. И у многих тут мог возникнуть вопрос, а как эти игры так быстро работают, если обращение к GPT требует некоторого времени? А на самом деле они работают очень медленно. Сейчас вы можете видеть это на экране. Каждый раз, когда игроку нужно как бы подумать, то есть получить ответ от нейросети, вся игра останавливается. Эту игру я записываю, а потом воспроизвожу уже без пауз. А если вам интересно, как технически GPT управляет персонажем, то это делается с помощью вызова функций. У GPT есть такая функция, когда мы описываем ей функции и просим вызвать одну из этих функций. И вот я сделал функцию идти в какую-то сторону, идти в комнату, убить игрока и так далее. И программа в нужные моменты обращается к GPT и спрашивает, какую из функций нужно вызвать. На самом деле за половину управления отвечает моя программа, и только за вторую половину отвечает GPT. Например, персонажу нужно выполнить задание, и тогда моя программа обращается к GPT и спрашивает, какое задание следующим ему выполнить. И получается совмещение классического искусственного интеллекта из игр и нейросетей. Но что если передать GPT всё управление полностью, то есть она будет полноценно выбирать каждое своё следующее действие. Для этого я просто удаляю большой кусок кода и заменяю всё это на решение нейросети. Запускаю игру, и на самом деле не так уж сильно она и поменялась. Единственное, игроки в толпе стали постоянно приостанавливаться, как будто наблюдая за другими игроками. Ну и когда реальные игроки играют за импостера, они как будто выискивают одиночную цель, а вот нейросеть убивает при любой удобной ситуации, даже в толпе. Чёрный уже был в электрике, когда я пришёл. Возможно, он убил синего и остался на месте. Голосую за Чёрного. Белый лжёт. Синего не было в электрике. Я видел, как и белый и синий несколько раз направлялись вниз. Думаю, белый может быть предателем. Голосую за белого. Я согласен с фиолетовым. Белый ведёт себя подозрительно, и его история не сходится. Голосую за белого. Поддержу фиолетового и коричневого. Белый тоже, мне кажется, подозрительным. Голосую за белого. Я тоже за белого. Его история не совпадает с тем, что мы видели. Голосую за белого. Все голосуют за белого, и начинается второй раунд. На этот раз уже можно заметить, что если раньше игроки шли прямо к своим заданиям, то теперь они иногда просто ходят по карте. И вот два импостера, красный и оранжевый, бегут в электрику, где стоит Чёрный. Но они даже не подозревают, как и я сначала тоже, что за ним внезапно спрятался Зелёный. Правда, похоже, что Зелёный даже не успел ничего увидеть. Я нашёл тело Чёрного в электрической. Я никого рядом не видел. Где были все остальные? Я был в электрической с синим и белым немного раньше. Правда, Зелёного там не видел. Может, Зелёный прошёл через вентиляцию? Я был в админке, выполнял задания с прокатной карты. Если Зелёный попал в электрическую только сейчас, это действительно звучит немного подозрительно. Ладно, похоже, Зелёный может быть немного подозрительным. Судя по тому, что говорят оранжевый и фиолетовый. Зелёный утверждает, что нашёл тело Чёрного в электрической, но оранжевый не видел его там раньше. Плюс, если Зелёный никого не видел рядом, он мог пройти через вентиляцию. Я голосую за Зелёного. Если Зелёный уже выглядит подозрительно, давайте объединимся и выкинем его отсюда. Я был в навигации, вообще не видел Зелёного в этой игре. Его история действительно кажется странной. Голосую за Зелёного. В результате все голосуют за Зелёного и импостеры опять выигрывают. Даже с более сложным управлением. А если вам интересно, сколько стоили обращения к GPT для всех этих игр, то я выложу это в своём Телеграм-канале. Вот QR-код, а в описании ещё есть ссылка. Там я выкладываю ещё много всего интересного, иногда даже мини-ролики выходят. Ну а на этом на сегодня всё. Ставьте лайки, всё-таки это видео было очень сложным. И всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok